Ассоциация общественного наблюдения на выборах президента России презентовала доклад об основных инструментах и практиках избирательного процесса. Эксперты в Ульяновской области обсудили тезисы документа и пришли к выводу, что в регионе предпринят комплекс мер, чтобы процедура прошла открыто, гласно и легитимно. Об этом объявили в ходе круглого стола. Начали с главного – вере избирателей в честность процедуры голосования. И на мой взгляд, мы видим, что постоянно за последние несколько лет, ну по крайней мере с 2018 года, явка избирателей растет. И мы видели на муниципальных выборах в Ульяновской области, когда по отдельным муниципалитетам, хотя муниципальные выборы считаются такими самыми малопосещаемыми избирателями, растет не просто, а растет в разы. Эксперты считают, в этом заслуга открытого формата проведения процедуры голосования, тотальный контроль, снижение случаев правонарушений на избирательных участках, вовлеченность в процесс общественных наблюдателей. Последних обучают практикующие юристы по золотому стандарту. Он един для всех регионов страны. Отобранные кандидаты включаются в работу не только в преддверии выборов, но и в течение года следят за изменениями в законодательстве и политической ситуации в стране. Обучение, они проходят достаточно серьезно. Этот цикл, его можно полноценно назвать интенсивом, многочастовое обучение, где они разбирают не только основы законодательства, они избирают помимо этого еще типичные ситуации, которые могут произойти конфликтные на избирательном участке. Мы немножко разбираем конфликтологию, как общаться с так называемыми провокаторами, вообще знакомимся с тем, какие бывают у нас правонарушения, нарушения на избирательных участках. У каждого наблюдателя специальное направление, которое позволяет ему следить за подсчетом голосов, знакомиться со списком избирателей, обращаться в профильную комиссию с предложениями и замечаниями, а также вести фото и видеофиксацию. На федеральных выборах в марте в регионе будет задействован полный пул общественных наблюдателей – 2500 человек. Хотя подготовлено и обучено было и прошли экзамены более 4176 человек, я думаю, Светлана Николаевна подтвердила, что это люди, которые заинтересованы в результатах выборов, они сами будут принимать участие. Надо отдать должное, что наши общественные наблюдатели, они не являются заинтересованными участниками данного процесса. Их основная задача – это следить за тем, чтобы на территории избирательного участка соблюдалось законодательство и выявлять нарушения, если такие появляются, и, соответственно, по данным нарушениям реагировать. Кроме того, обсудили готовность самих избирательных участков. 400 из них будут оснащены камерами видеонаблюдения. Кадры, направив в Центр общественного наблюдения за ситуацией, смогут следить не только специалисты, но и все жители региона. На 160 площадках установят комплексы обработки бюллетеней. Напомним, выборы президента пройдут в трехдневном формате с 15 по 17 марта.